Активные выходные выдались для большинства наших горожан. Солнечное праздничное утро понедельника многие конаковцы привели в Сосновом Бару, где клуб любителей бега под названием «Марафонис» в честь Дня независимости впервые организовал кросс-трейл. Какие испытания предстояло преодолеть спортсменам, выяснила наша съемочная группа. Как показывает практика любителей здорового образа жизни, те, кто активно принимает участие в городских спортивных соревнованиях, становятся все больше. И в этом году конаковские легкоатлеты решили попробовать свои силы в трейле или по-другому в забегах по холмистой местности. Общие сложности на старт вышли свыше 70 участников, в их числе спортсмены из Дубны, Твери, Москвы, Химык и, конечно, Конакова. Для всех начинающих и опытных легкоатлетов организаторы подготовили сразу несколько дистанций – 500, 2,5 и 10 тысяч метров. Бездорожные забеги способствуют формированию силовой и общей выносливости, укрепляют мышцы, связки, а также повышают физический тонус. Кроме того, бег нормализует психологическое состояние спортсмена-любителя. Стресс, навязчивые мысли, нервозность – все это уходит при регулярных занятиях бегом по пересеченной местности. Без внимания нельзя оставить и тот факт, что самому юному участнику этого трейла всего 5 лет. Практика показывает, что вы сами видите, сколько народу, сколько желающих. Так что я думаю, что этот формат мы будем проводить и дальше. Положительные эмоции от соревнований получили и болельщики, которые всей душой переживали за легкоатлетов. По завершению всех дистанций лучших спортсменов наградили памятными медалями и грамотами. Продолжение следует...